Девушки отдыхают Интернет-магазина Game Park Привет, с вами Инспектор Гаджет Голосок сразу к делу Ты кино в 3D смотрел? Смотрел, конечно Мне вообще очень нравится Понятно, понятно Алло, да, это я Он смотрел Да, я понимаю, это очень опасно Я не буду слишком резко Это ты с кем? Что происходит вообще? Понимаешь, голосок Ученые пришли к выводу, что от 3D Сознание верит параллаксу Быстро устает цилиарная мышца Разрушаются механизмы управления Короче, гаджет Ты ослепнешь? Нет, ну не сразу, конечно Может лет через 20 Но ослепнешь А и что делать? Остается только один способ Что за... ну говори Нужно... нужно, чтобы расстояние до экрана было метров 20 Тогда все будет ок Гаджет, ты полный придурок Истеричка Я зато из-за тебя вон новость не успел рассказать Ладно, позже Окей, параноик Давай обзор Что у нас там? 3D очки Вот Вузикс Рэп 920 Факт Айфон это модно Факт Черные очки это круто Как выглядеть круто и модно одновременно? Сделать такие очки, которые можно подключить к айфону Очевидно же Эти очки под названием Вузикс Рэп 920 Вообще-то можно подключать и к обычному компьютеру Однако переходник для айпод айфон Поставляется с очками в комплекте Что сразу же четко обрисовывает их целевую аудиторию Переходник для компьютерного порта ВГА Придется, кстати, приобретать отдельно Работать с Вузикс Рэп 920 очень просто Надеваем очки Вкладываем наушники в уши Теперь на голове у нас мультимедийный терминал Очки подключаются к источнику сигнала и питания через переходник На нем же располагаются органы регулировки громкости, яркости и контраста Их как раз нетрудно наловчиться обнаруживать на ощупь Очки Вузикс Рэп 920 весят всего 85 граммов В них размещены два дисплея с разрешением 640 на 480 точек Фокусировка регулируется винтиком на переходнике Приходится подкручивать специальный винт небольшой отверткой Привыкнуть к висящему прямо перед глазами изображению не так уж сложно Хотя глаза немного устают В принципе гаджет довольно неплохой, но дороговат – 18 тысяч рублей Да и разрешение 640 на 480 – вчерашний день для нынешнего видеоконтента высокой четкости С другой стороны, Вузикс Рэп 920 удобны в обращении, легки, допускают совместное ношение с обычными очками И способны отображать трехмерный контент Пора начинать фейл-хот-ньюс В Японии уже не знают, как быть Им постоянно хочется чего-нибудь необычного Ну, как беременной женщине На этот раз производители напитка Зима Сняли отпечатки губ у Селебритис И продают их вместе с бухлом Да, не хотел бы я, чтобы у нас эту идею сперли А то придется с каким-нибудь Биланом целоваться Точно Продолжим обзоры Цифровая фоторамка DIGMA PF1001 Смотрится DIGMA PF1001 вполне прилично Что бы под этим термином не подразумевалось По крайней мере, она будет уместна и на офисном столе, и на полочке домашней гостиной Толщина корпуса 30 мм Сзади имеется удобная ножка для установки в альбомном или книжном режиме Весит рамочка, правда, больше килограмма Но это плата за внушительный размер дисплея Экран с диагональю 10,4 дюйма имеет разрешение всего лишь 800 на 600 точек Управлять воспроизведением медиа-контента можно с использованием кнопок на задней панели, что не совсем удобно Или с помощью ПДУ, что удобнее и практичнее в плане чистоты глянца, который, как мы знаем, имеет свойство собирать на себя все отпечатки Внутри DIGMA PF1001 уже установлены 2 гигабайта памяти Можно расширить это пространство за счет дополнительных карт памяти, кроме CF или USB брелоков На экран выводятся все популярные графические файлы, кроме анимированных гифов и тифов с компрессией, а также видеоролики Можно и просто слушать музыку Встроенные динамики пусть и не поразят глубокими басами, зато со средними частотами справятся не хуже акустики среднего нетбука Наконец, эта фоторамка полна дополнительной функциональностью, которая вполне может пригодиться в быту В режиме Magic Window она демонстрирует несколько картинок на экране одновременно Хотя при разрешении 800 на 600 качество мини-изображений блестящим не будет Имеются часы, будильник, календарь, и все это за 4000 рублей СТГ Самым тупым гаджетом на этой неделе признается USB-зубная щетка Очередной бред от японцев Нет, я, конечно, понимаю, что у них там все компьютеризировано Но не настолько же 10 баллов по шкале тупости Ха, согласен Продолжим iPad великий и ужасный Его ждали с января Три месяца прогрессивная компьютерная общественность облизывалась на очередную игрушку от Apple И вот, наконец, свершилось Третьего числа iPad появился в американских магазинах А уже пятого приехал к инспектору гаджету Простенькая упаковка скрывает в себе гламурное сокровище цифровых технологий Первое впечатление от iPad Это не просто большой iPhone Это очень большой iPhone Здоровенный Главная фишка iPad Он секси Реально Его хочется мацать и гладить Отдельные фанаты норовят даже лизать эти иконочки С технической же точки зрения iPad это тоже большой iPhone Только звонить нельзя Управление не отличается от iPhone Та же кнопка меню, клавиша включения, регулировка громкости Разве что есть блокиратор автоповорота Это полезно Зато экран просторный, ясный, мультисенсорный Хотя рамка великовата На iPad можно использовать программы, которые делались для iPhone Просто ставим их из iTunes App Store Как обычно Бесплатных много, но бесплатно в основном предлагаются мелочи Софт, не рассчитанный на экран iPad, работает либо в маленьком окошке, либо в виде удвоения пикселов Честно говоря, и то и другое выглядит плохо Хотя уже начинают появляться версии популярных софтинок с приставкой HD Это значит, что работают на iPad и нормально выглядят на его экране iPad не многозадачный Это значит, что если вы в игре, а тут пришла аська То переключение на аську закроет игру Система сохраняет текущее состояние программы Затем закрывает игру, после чего переключает задачу Сам по себе девайс работает шустро Рулез? Отстой? Каждый сам решит, чем для него станет iPad Но в одном сомневаться не приходится Мир уже не будет тем, что прежде Apple снова смогла сделать это Голосок, а ты знаешь, что создатель чат-рулет Ресурса, где можно обязательно наткнуться на чей-нибудь писюн Отказался оптимизировать его под iPad Ты расстроился? Нет Ну и хорошо А ты, пользователь GameTV, помни, что есть отличный шанс получить двойной бонус Нужно просто кликнуть на баннер GamePark на нашем сайте И приобрести любой продукт из широчайшего ассортимента интернет-магазина GamePark С вами был Инспектор Гаджет И помните, я докопаюсь до правды Чмоки! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok